Наследники Шарлока Холмса сегодня вооружены современным оборудованием. Служба, организованная в структуре МВД еще в начале 20 века, прошла огромный путь становления. Сегодня самые запутанные преступления уже не кажутся безнадежными для экспертов. Но чтобы добраться до истины, нужно не только высококлассное оборудование. Усидчивость прежде всего и обязательность, потому что все по срокам. И если что-то опаздывает экспертиза, а дело направляется в суд, и здесь уже о своем времени не думаешь, ночь не ночь, нужно садиться и делать. И глаза закрываются, но нужно выполнить, потому что завтра дело понесут в суд. Так что тут обязательность. Петр Максимов работал в экспертно-криминалистическом отделе в сложные 90-е годы, когда сотрудники буквально жили в лаборатории. Не хватало техники, а вот работы было столько, что от вещдоков ломились полки. Работы было много, в общем у нас нагрузка иногда превышала пятикратную. Одного эксперта. Как раз вот в это время-то, в 90-е годы, большое количество преступлений было, краж. И иногда отдохнуть некогда даже было. Работали. Ну в общем-то справлялись, и мы занимали призовые места. И сегодня кумерталские эксперты на особым счету. В арсенале раскрытых дел есть такие, которые еще ни разу не происходили на практике у других коллег в республике. Вот фильмы показывают, и след, и осадь. Конечно, там техника на грани фантастики, можно сказать так. Нас, конечно, сейчас тоже маленько оснащают, но не до такой степени, как показывают там. Как было раньше, эти фотоаппараты, делали фотографии сами. Сейчас, конечно, это все проще. И цифровые фотоаппараты, сканеры, и также быстрее этот процесс все происходит. И сделать тот же след, все это намного быстрее. Про кумерталских экспертов криминалистов пор уже снимать свой сериал. И он уж точно не уступит по накалу страстей известным телепродукциям. Амир Кедрасов, Александр Шевцов. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова